всем добрый день вы на канале вязание тангелина и зимок сегодня у меня интересная летняя маечка плавно передвигаемся к лету из микса слоневского я еще полосочки такие запустила вертикальный узорчик который мы с вами разбирали он есть у меня на ютюбе узор поворотными рядами я пока вязала в круговую вот а узор прямой тоже есть обязательно посмотрите а сегодня предлагаю посмотреть как связать такую замечательную маечку я вязала на 46 размер хлопок плюс пан 400 метров 100 грамм крючок 275 предлагаю посмотреть для набора маечки я предлагаю набрать колечки 1 2 1234 воздушные петли и в первую воздушную петельку набираем столбик с одним накидом провязываем раз два три четыре в первую воздушную петельку столбик с одним накидом вот таких колечек мы набираем с вами нечетное количество нечетное раппорт узора смотрите у нас 1 колечко 2 3 4 а извините вычеркиваем до раппорт узора раппорт узора четное количество раз два три четыре колечек 4 колечка вот у нас это раппорт узора поэтому набираем колечки измеряем свои бедра по бедрам читаем и начинаем считать количество колечек должно делиться на 4 на 4 вот а пока просто-напросто набираем я набрала колечки четные посчитала их 4 я показываю на маленьком образце а уже я потому что я уже связала до мальчику как я вязала я хочу показать набираем колечки по объему ваших бедер 4 колечка раппорт узора начинаем вязать первый ряд вот так колечко переходим соединительным столбиком и провязываем 1 2 3 воздушные петли это столбик считаем за столбик еще и в 3 3 столбика мы с вами провязываем наш первый ряд просто три столбика три столбика в каждое колечко между ними никаких петелек нет просто мы в кольцо провязываем 3 столбика за столбик а внизу у нас остаются воздушные петельки как обвязка красивая провязываем весь рядочек такой очень часто меня спрашивают как запнуть кольцо и вязать по кругу как соединить в круг вязание вот мы связали три столбика в самом конце и у нас три столбика в самом начале петельку самую первую мы просто-напросто вот так соединительным столбиком соединяем в круг у нас получается круг то есть последний столбик соединяем с первым с которым мы начинали вязать 3 воздушные петли подъема в третью петлю подъема мы делаем соединение этот вопрос возникает очень часто очень часто поэтому я заостряю внимание и теперь начинаем вязать узор 3 воздушные петли подъема вяжем 1 2 столбик 3 4 5 и 6 6 столбиков мы провязываем столбик столбик как есть 1 2 3 воздушные петельки провязали мы вяжем с вами узор вот такого плана мы его развязали разбирали я просто хочу напомнить что схема есть она есть в сообществе вот мы с вами вяжем дальше провязали 6 столбиков с одним накидом вот теперь вяжем 2 воздушные петельки подъема 2 и между тремя тремя столбиками и этими между этими группами вяжем 3 столбиков раз два три столбика с одним накидом беру вязание что помешало вот теперь между опять двумя группами вот сюда закрепляем столбик без накида уложили 3 столбика 2 воздушные петли подъема провязываем пропускаем 3 столбика вяжем 6 следующие столбики нашу вертикальную полоску раз два три четыре пять и шесть две воздушные петельки опять между тремя и тремя столбиками это пространство провязываем 3 столбика с одним накидом через три столбика укладываем столбиком без накида вот так 2 воздушные петли и присоединяемся 3 воздушные петли подъема самую верхнюю петельку то есть мы ряд завершили 1 2 3 воздушные петли это у нас столбик 2 воздушные петли это узор разворачиваем вязание и за арочку из двух воздушных петель мы провязываем 1 столбик 2 и 3 3 теперь вот у нас уже лежачий ты столбика есть и есть арочка из двух петель вот мы укладываем у нас получается все время будет такая укладка на бочок 3 столбиков вяжем 2 воздушные петли 6 столбиков по факту как есть мы их так и вяжем 1 2 вертикальная палочка которая придает особый шарм нашему узору мы все любили вертикально узоры она у нас будет вязаться просто 6 столбиков хотите сделать расширение всегда можно прибавить в этих 6 столбиках еще один два столбика или наоборот уменьшить на талии допустим для этого нужны вот эти столбики 6 2 воздушные петли провязали и у нас в смысле 2 воздушные петли за них мы провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 3 провязали теперь вот у нас три столбика уже лежачих мы их укладываем таким образом присоединяемся столбиком без накида 2 воздушные петельки и опять 6 столбиков то есть вязание несложное надо попробовать даже вот на такой маленькой как я части набрала 8 колечек 8 колечек и показываю вам узор конечно у вас ведь колечек будет гораздо больше но за ром все время повторяется раз два три 4 5 еще 6 столбиков у нас 6 столбик то у нас провязаны уже помните написали набирали 3 воздушные петли это я говорила столбик и 2 воздушные это узор то есть мы просто напросто присоединяемся 3 воздушные петли подъема поворачиваем вязание и вяжем почему поворотными рядами потому что когда вы дойдете до проймы и надо будет вязать отдельно спинку и перед вы вынуждены будете перейти на поворотные ряды и узор если вы до этого будете вязать только по кругу у вас не сложится он будет отличаться поэтому я предлагаю сразу вязать поворотными рядами 6 столбиков провязали 2 воздушные петельки и у нас 2 петельки внизу за них мы вяжем 3 столбика то есть узор во всех рядах вяжется одинаково три столбика раз два три отсчитываем и столбик без накида мы как бы укладываем все наши столбики уху столбик его столбик его столбик мы складываем в такую колонну а между ними у нас 6 столбика будет 2 воздушные петельки и спокойно вяжем 6 столбиков по факту то есть узор остается неизменным в каждом ряду он будет просто повторяться это хорошо потому что легко запоминается и хорошо потому что узор получается красивым вертикальным необычным 6 столбиков провязали 2 воздушные петельки и внизу у нас 2 воздушные петельки за них провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 3 провязали теперь у нас 1 2 3 внизу 3 столбика мы их пропускаем укладывая 3 столбика сверху 2 воздушные петельки и присоединяем и присоединяемся самый первый столбик вот у нас 1 2 3 это у нас топик и 2 воздушные петли это узор разворачиваем вязание и вяжем то же самое за арочку вяжем 3 столбика 1 2 3 укладываем 3 столбика на 3 столбика столбика без накида 2 воздушные петельки вяжем 6 столбиков то есть в любом направлении мы поворачиваем и вяжем один и тот же узор один тот же принцип одно и то же вязание узор одинаково вяжется с изнаночной стороны и с лицевой шесть столбиков 2 воздушные петельки 3 столбика с накидом 1 2 3 укладывая на 3 столбика 2 воздушные петли 6 столбиков по ходу вязания 1 2 3 4 5 5 а 6 столбик мы уже с вами связали то есть мы при наборе вот у нас было 5 петелечек 1 2 3 и 2 вот присоединяемся и получаем 6 столбик такое вязание предлагаю связать на образце потом набрать столько сколько вы хотите колечек и связать уже наш узорчик вот так получается 6 столбиков потом у нас сложенные до друг на друга три столбика и опять шесть и вот итог чудесная ковчика у нас я провязала по кругу поворотными рядами это уже на вашу рассмотреть не можно просто по кругу вот такой наш узорчик который мы уже разбирали узор достаточно симпатичны схема у нас есть мои тоже отработали почему меня полоски у меня немножко я все боюсь что не хватит ниточек я хотела связать по длине и маечку и добавила еще полоски это не обязательно это просто чисто мое такое вязание вяжем 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 простой узор абсолютно мы его с вами разбирали очень красиво смотрится просто вяжется набрали провязали то проймы у меня это 50 сантиметров до проймы теперь наша задача поделить на две части наше вязание поровну если поровну не получается большую часть узорчика оставляем на грудь меньше на спинку теперь ровно по бокам я вот так выделила там где наши ровные столбики узорчик и столбики столбики пополам у меня от 6 столбиков я поделила попала то есть вот эту часть между маркерами я не вижу вязать не надо это пройма а от маркера и до следующего маркера вяжем сначала спинку ровными рядами пройма как правило 20 22 сантиметра вот я выделила это мы не вяжем вяжем от маркера до маркера ровно и ровно абсолютно расстояние сантиметров 20 лучше всего ориентироваться на вырез вашей кофточки возьмите кофточку который у вас есть сейчас хочу перейти соединительными столбиками там где маркер и начать вязание с момента ну вот три столбика у меня все 122 воздушные петли набираем поворачиваем вязание идем обратную сторону у нас будет 3 столбика самом начале и три столбика в самом конце узора ты от этого не страдает у нас также вяжется как ввязался все время две воздушные петельки 3 столбика с одним накидом и дальше я сошли петельки столбики то есть вязание узорчика продолжаем сначала связали все по кругу теперь вяжем ровное полотно на спинке впереди как делать вырез я обязательно покажу пока вяжем по узору я связала отдельным полотном спиночку вот она мне идет там где маркер я показывала наметила вот с одной стороны часть узора мы не вяжем а вяжем только там где маркером отметила маркером я отметила еще раз показываю там где наши просто столбики по центру вот три столбика я вижу вот здесь я пропускаю узорчик и три столбика пропускаю а 3 столбика остатки остаточная вяжу узор достаточно простой вязать его туда-обратно просто сколько мы вяжем я вязала еще небольшие плечики 19 сантиметров у меня дошло до выреза горловины что значит вырез горловины провязала ровно распределила на плечи две части и по центру оставила ровную часть плечики провязала всего 3 рядочка 1 2 3 3 рядочка провязала по центру стала ровненько как вязать точно так же как мы распределяли я взяла вот из ровного полотна 3 столбика узор 6 столбиков узор 3 столбика вот для плеча я думаю достаточно если у вас плечи их размер побольше оставьте еще один узорчик и туда-обратно я связала 3 же . это у меня плечо с одной стороны и точно так же с другой теперь вяжем впереди как вяжем вот так вот вот мой маркер я начала вязать провязала опять 3 рядочка туда и обратно ровно потом маркерами выделила с одной стороны плечо и с другой стороны плечо и начала его ровно писать точно так же вот у меня три столбика узор 6 столбиков узор 3 столбик вот вяжем но вяжем его намного короче чем спинку потому что на спинке у нас должен быть росток вот на такое расстояние смотрите вот такая у меня разница я провязала перед и вот у меня еще раз два три 4 5 6 7 рядочков у меня еще на спинке то есть вот так складываю и прошиваю плечо плечо прошивая на обратной стороне конечно же на изнаночке вот так складываем с изнаночной стороны и я всегда первый столбик вот он мы его сейчас найдем вот у нас первый столбик так можно таким образом соединили и теперь уже у нас так соединили и теперь дело пойдет уже проще то есть с одной стороны столбик другой стороны столбик провязываем столбиком без накида с одной стороны столбик с другой без накида там где у нас воздушная петля вместе провязываем просто подхватываем дальше вяжем опять петля в петлю таким образом надо наша задача провязать соединить наше плечо с той стороной с изнанки вот так шов выглядит выворачиваем все красиво естественно конечно нужно будет прогладить тетюгом этот шов чтобы вообще не было видно по обвязке проймы так как мы набирали три столбика у нас получилась очень аккуратная такая с одной стороны обвязка и с другой стороны поэтому я думаю что обвязка не нужно единственное что обвязка может быть понадобится если пройма получится слишком большой и захочется ее уменьшить тогда да тогда мы просто-напросто набираем вот за каждый столбик вот у нас столбик есть и провязываем набираем столбики в одно отверстие съесть столбик мы следующий и сделать обвязку в столбиками допустим но это при условии если пройма большая если пройма нормальным мы это не делаем и в получилась вот такая красивая плечевая основа у нас точно также мы с другой стороны я сделала красивую квадратные горловину не стала обвязывать вот у нас маркер мы точно также присоединяемся в третий столбик и начинаем вязать наш узор горловина вот такая остается если горловина будет большая я всегда можно обвязать и немножко уменьшить как это сделать обязательно покажу а пока просто вяжем плечо второе точно также соединяем с плечом спинки я провязала ровным полотном еще одно плечо сшила теперь я хочу обвязать всю горловину чтобы она мне было не квадратная а немножечко скруглены и ее уменьшить потому что большеватая что я делаю ниточку не отрезала как вот она у меня была мы что делаем воздушную петельку набрали и вот по всей горловине вот у нас видно столбик я вижу полустолбик еще один чтобы него больших разрывов казалось бы вот еще место есть не буду вязать его за столбик вот я провязываю 2 полустолбика пропуская один столбик потом опять провязываю два раз два пропускаю один столбик и вот таким образом я буду немножко уменьшать и скруглять горловину вот один ряд я провяжу если будет маленькое убавление я еще ряд провяжу полустолбиков а потом завершающий ряд последний я провязываю всегда столбиками без накида так вот несложно обвязку всегда лучше начинать сзади да чтобы впереди у нас не пошло все было красиво просто-напросто набираем полустолбики по всей горловине и провязываем 1 2 рядочка провязали посмотрели провязали посмотрели сколько вам необходимо провязать здесь может быть сложно в том плане что нет четких столбиков ну на интуитивном уровне 12 провязала день пропускаем еще два я подошла к уголочку вот горловины моя и плечо как этот уголочек превратить в круг для то есть мы же хотим какую горловину что я предлагаю я провязываю полустолбик в одном месте в самом углу вот угол полустолбик один столбик пропускаю следующем и у нас получается такое скругление дальше мы с вами вяжем как не хотели два полустолбика пропуск два полустолбика пропуск два полустолбика пропуск и так далее уголочек вот скруглили квадрата больше нет еще один рядочек можно провязать полустолбиками по факту ничего не убавляя и головина будет аккуратно и круглая красивая обвязала 2 рядочка я полустолбиками и ряд бирюзовой ниточкой столбик без накида вот такая получилась ввязка горловина у меня уменьшилась вырезание то что я не люблю большие выреза а если вам нравится вашего из то можно просто обвязать по факту ничего не уменьшаю и в итоге получилась вот такая симпатичная маечка достаточно полоски связала можно без полоски тоже на ваше усмотрение ниточки это слоневский хлопок это микс чем мне нравится очень мягкие к телу узор достаточно плотный можно носить на голое тело не нужно поднеслить чего одевать вертикальные полоски для того чтобы это все казалось тело более стройным как мы все любим расход пряжи 200 грамм на 46 размер у меня ушло и вот такая маечка и слоневского микса вертикальным узора у меня получилось надеюсь вам идея понравится и на лето также можно связать а узор кстати говоря можно не только на маечку да можно этот узор таким узором кардинок кардиган связать почему бы нет огромное спасибо всем кто досмотрел ролик до конца надеюсь идея вам понравится подписывайтесь на канал ставьте лайки и будем вязать дальше впереди еще много интересного